Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня среда, 19.45. Вы включаете Национальное телевидение Республики Саха и Якутия и попадаете в эфир темной студии, где сегодня у нас тема звучит таким образом. Программа «Один из нас», а тема «А у нас в квартире газ» отсутствует. Дело в том, что 28 сентября в городе Якутске идут вынужденные отключения газа в многоквартирных домах. И при этом нонсенс заключается в том, что у всех сторон, у жителей, у города, у газовиков есть своя правда. И сегодня программа «Один из нас» пытается разобраться, какая же из этих правд, можно сказать, правдивее. Начинаем. И начать, конечно, хотелось бы с товарища в оранжевом свитере, который однажды, придя с работы, попытался сварить себе макароны и получил вместо этого... Давай, как это происходило в доме по Адзержинскому 8-дроп-2? Ну, что хотелось бы сказать, можно не говорить, может, именно о макаронах, что хотелось сварить макароны, но дело в том, что когда я и не только я, а все остальные жильцы нашего дома пришли в этот день с работы, то, естественно, были неприятно удивлены тем, что газ в доме отсутствует. При этом вы были все-таки осведомлены о том, что газовики собираются отключить в вашем доме газ? Ну, конкретно, ну, как бы понятия несколько разные. С августа же этот вопрос изучил. Ну, конкретно осведомлены непосредственно перед этим фактом бумажку повесили, ну, буквально за день, за два, бумажную бумажку. А до этого, естественно, обсуждения были периодически о том, что будет отключение и так далее, и так далее. Но по факту, когда вот просто пришли, там, дядя Вася закрутил вентиль, это было, ну, за день буквально бумажку повесили, потом ее немного видоизменили на другое, что все ваши вопросы в управляющую компанию. Все, мы вам его отключили по такому-то закону, на таком-то основании. Все, на этом было все. И неужели среди жильцов 120-ти квартирного дома не нашлось, скажем так, человека, который бы родился интересом всех остальных жильцов и попытался бы включить юридическую, скажем так, смекалку? Ну, насчет этого я точно сказать не могу. Возможно, просто среди жильцов нашего дома нет юристов, которые бы могли бы этим заниматься. Я не поверил бы. Но именно юристов, наверное, нет. Если бы юристу отключили газ, то ему бы, наверное, на следующий день его уже включили, если бы он был квалифицированный юрист. То есть он бы пошел и сделал так, чтобы как-то это решить. Но раз так не происходит, значит, среди наших жильцов, наверное, нет таких юристов, которые могли бы это вот так вот решить как-то. Так, хорошо. И как вы из этой жизненной ситуации выходите? Ну, на данный момент каждый житель нашего дома выходит из данной ситуации как только может. Но я так думаю, что на данный момент просто люди еще, ну, как бы осознать-то, конечно, они осознали, что это уже нет газа. Но просто у большинства людей по факту нет времени этим заниматься. У всех дети, семьи, садики, работы, нужно все делать, готовить, варить. И еще дополнительно сверху заниматься вот этими проблемами. Просто уже не хватает времени, когда человек приходит домой, ему только нужно приготовить и уже спать, потому что завтра с утра нужно идти на работу. А еще где-то заложить какое-то время, чтобы еще вот с этим разбираться. Ну, остаются только пенсионеры, которые сидят дома, и дети, которые этим разбираться и заниматься не могут по факту. На чем ты готовишь еду? Ну, конкретно я, ну, конкретно я готовлю на портативной газовой плитке, которая, ну, как бы соответствует всем необходимым требованиям и так далее. То есть я тоже, как бы, слежу за своей безопасностью, поэтому я не собираюсь там какой-то кипятильник делать из каких-то непонятных подручных средств. То есть есть обычная маленькая плитка с портативными газовыми баллонами. Все, они вставляются и работает газ тот же самый, только портативный. Все. В очень эмоциональном, скажем так, разбирательстве Олега Желнина, нашего коллеги, да, прозвучало о том, что люди массово закупают электроплитки, начинают переделывать внутридомовые электрические сети, что чревато-чревато, скажем. Вот перед эфиром главный инженер «Икутский энерго» сказал, что 120-ти квартирный дом. Ну, скажите, насколько возрастает нагрузка на сети, если все они переходят массово на электроплитки? Ну, безусловно, зависит от количества квартир в жилом доме. Чем меньше, тем прирост больше. Значит, максимальный прирост мы оценивали по малоквартирному, то есть в пределах 40 квартир, да, 60 до 40 процентов. Если это 120-ти квартирный дом, то в пределах 30, с учетом коэффициента неодновременности нагрузок. Потому что не все люди одновременно начинают готовить пищу, да, то есть существует разброс по времени, поэтому мы оцениваем вот по такому жилому фонду прирост в пределах 30%. На 30% увеличивается нагрузка на сети. Управляющая компания «Центральная» Иван Захаров, в принципе, ваша полиция, мы с вами встречались в понедельник в эфире программы «Якутск сегодня» с представителями государственной газовой компании, и где вы сказали, что одна проблема, ну, избежать, скажем так, проблем с бытовым газом порождает другую. То есть могут, ну... Вы же сказали, что выбило фазу в ту же ночь. Да, в данном случае, конкретно если по этому дому Дзержинского 8, друг 2, аварийное отключение у нас произошло в первую же ночь. То есть тут же перегорела фаза, и на следующее утро уже разбирались, и полдома свет пропал, полдома был. То есть нагрузка, естественно, когда столько квартир неожиданно пересаживаются на электроплиты, она сразу сказывается. И при этом тоже я упоминал вопрос о чем, то есть мы его поднимали всю неделю немаловажно, о том, что, ну, наверное, такие мероприятия надо проводить при своевременном уведомлении. А таким образом, когда если вечером вас уведомляют, а на завтра отключают газ, ну, чисто технически ни мы, ни жители ничего не успеваем сделать в данном случае. И поэтому, возможно, там, ну, все что угодно. Чисто технически, вот Михаил Середкин не даст соврать, разговоры по отключению конкретно в данном доме 8, друг 2 шли, ну, с конца июля, начало августа, да, Михаил? Где-то вот, то есть, где-то, каким-то образом до жильцов доводилась информация, что газовики собираются отключить газ? Ну, до жильцов она доводилась вообще нами, потому что, вот, мы опять же спорили в понедельник об уведомлении правильном, да, управляющей компанией. Мы о том, что этот дом попал в списки отключаемых, узнали вообще из газеты и средств массовой информации. То есть, вот, конкретно уведомление нам, как управляющей компанией, от газовиков не поступило вплоть до 8 ноября, я это упоминал уже. То есть, ну, да, мы посмотрели в газете, то есть, не стали ждать никакой бумажки официальной. Мы, соответственно, пошли проводить собрание с жителями, мы сделали предварительные расчеты с экспертной организацией на проведение экспертизы. То есть, все эти расчеты жителям мы предоставили, хотя, да, сложно было жителям объяснить, что вдруг вот так неожиданно надо взять, там, по 4 тысячи с квартиры выложить. Ну, здесь, кстати, на радость жители оказались довольно адекватно и спокойно, они как бы согласились с этой ценой. И на основании этого решения... С конской ценой? Да, с ценой, на самом деле, довольно сильно завышенной, но на тот момент мы просто не имели альтернативы. То есть, у нас стоял вопрос, и мы его жителям объясняли конкретно. То есть, вам или отключат газ, или нам придется соглашаться, или идти вот так. Но тот же Олег Жилнин говорил, что на него выходят представители Кирова, представители Иркутска и других городов, с ценами, начиная от 800 рублей за ту же процедуру, средняя цена где-то в пределах полутора тысяч. Совершенно верно, но, скажем так, активно очень это все пошло у нас только с октября месяца, октябрь-ноябрь месяц. Сейчас у нас тоже есть целый пакет предложений, это и город Москва, и город Киров, и город Иркутск, которые готовы за полторы тысячи шестьсот рублей провести то же самое обследование вместо наших якутских фирм за четыре тысячи. Хорошо. Мы услышали фактически две стороны, да? Но на самом деле это одна сторона, потому что жильцы доверяют управляющей компании управление своим имуществом и так далее. Ваша теперь позиция, товарищи газовики, я еще раз повторюсь, Сахатранснефтегаз является на данный момент единственной государственной компанией. И весь тот объем ответственности, который несет компания в деле газификации республики, всей республики, я не думаю, что она такая уж маленькая. Давайте, ваша правда. От того и намного выше уровень нашей ответственности, понимаете? Мы сегодня преследуем, во-первых, не получение прибыли, а производство, потому что так или иначе газовая инфраструктура эксплуатирует Сахатранснефтегаз. Это республиканская фирма. Я хочу сразу подчеркнуть о том, что сразу перед тем, как перейти к сути, насчет уведомлений, это абсолютная неправда. Семь уведомлений уже центрально отправлено. Мы можем вам подтвердить сейчас в закулисье, показать. Мы с собой специально принесли. Теперь касательно, все претензии в наш адрес сводятся вокруг того, что мы нарушили процедуру. Но сегодня никто из здесь стоящих не может опровергнуть, что опасная ситуация на сегодняшний день есть. Газификация нашего города случилась 50 лет назад, а, соответственно, и дома эксплуатируются 40-35 лет. Понимаете, газовое оборудование – это что такое? Это не что иное, как труба, кран, который состоит из металла, понимаете? А металл со временем имеет свойство стареть. Коррозия, вот, значит, в тех местах, где особенно проход через стены идут. И, понимаете, вот уровень, да, значит, износа сегодня может определить только экспертная организация, понимаете? Об этом-то идет речь, о том, что сегодня необходимо провести техдиагностирование, сказать, что этот дом годен или нет, и если не годен, то в каких местах необходимо провести ремонт. Об этом речь идет. Мы сегодня, да, я считаю, должны говорить о том, что выработка механизмов, как решить эту проблему. От того, что процедурно нарушили, не нарушили, проблема не исчезает. Мы сегодня должны выработать, да, вот, какой-то механизм или софинансирование, или как-то, потому что техдиагностирование всего лишь первый этап. Вторым этапом придет приведение соответствия, она касается ремонта. Здесь уровень цен будет намного выше, мы все это понимаем. Поэтому я, коллег, призываю более, да, обсудить именно процедуру, как мы будем решать эту проблему, которая сегодня есть. Никто не говорит, что этой проблемы нет. Все говорят уведомление, а процедура идет. А речь касается, мы подчеркиваем, о безопасности. Хотел задать вопрос вот насчет, насчет тех же самых уведомлений. Понятно, да, что сейчас идет какое-то разбирательство насчет того, что какие-то уведомления были или они не были. Но вот конкретно ряд жильцов задает такой вопрос, что те, кто напрямую оплачивает услуги, почему они напрямую не получили уведомления? То есть они должны же как... Я отвечу, коллеги, я понял, что кофейное время не тратить, я отвечу. В 2013 году вышло постановление правительства 410, где не прописано, что мы должны уведомлять, господа, изучите закон. Закон вышел, незнание закона не освобождает ответственности. Где прописано, что вы должны были управляющие компании, собственники должны были провести уже те, что они утверждают. Вы сейчас утверждаете, что по факту, получается, вы не обязаны предоставлять прямым покупателям документы какие-то вот насчет... Мы не обязаны уведомлять их о том, что вышел закон, изучите, прочтите закон, что вы обязаны... Не закон, не закон, я согласен, есть процедура уведомления, понимаете, закон вышел, незнание прописано о том, что вы обязаны уведомить потребителя... При отключении... Вы обязаны уведомить его за 40, и вы обязаны уведомить за 20, и все прочее. Коллеги, давайте в сторону казуистики не упадать все-таки, да? Нет, хорошо, я вот не казуистики, то есть мы это разбирали уже в понедельник, короче. Я просто немножко хочу сегодня добавить, сегодня было совещание у прокурора города, конкретно по этому вопросу. Прокуратура свою позицию озвучила однозначно. При отключении жилых домов от газа газовики нарушили закон. Завтра это все выйдет в письменном виде. Хорошо, и сразу... Подожди, буквально 10 секунд осталось до рекламной паузы. Мы сразу после рекламной паузы продолжим. Прямо сейчас реклама. И мы на фоне последних сообщений российских информагентств продолжаем обсуждение вопроса у нас в квартире газ, потух, скажем так, да? Но никто не отрицает, Антон, что несколько килограмм, десятков даже килограмм взрывчатки в квартире, это вот опасность, исходящая от одной трубы, да? Это гигантский риск, гигантская опасность и так далее, и так далее. Но никто не отрицает также риска, скажем, в тех же домах 70-х годов постройки. Вот эта проводка, в каком она состоянии, все мы отлично знаем, да? И все буквально регулярно читаем сводки службы пожаротушения и так далее, что всему виной старая проводка. Ну, человек ответственность за это дело тоже не даст врать. То есть люди, если сейчас, ну, пока подключают без замены, скажем так, сети электрическое оборудование, делают больше нагрузки и так далее. Вот как Леонид Шибаев говорит, люди сейчас начнут с дачи просто притаскивать вот эти газовые баллоны, да? И будут бабушки летать в окно, как это произошло год назад. Ну, примерно, я утрирую, конечно, да? Но риск, он все-таки... И как в этой ситуации? Вот есть у этой стороны одна правда, есть у второй стороны правда, да? Прокуратура пытается сделать вот такой вот вид и сказать, ну, мы подумаем, чей риск больше. Я так понимаю, да? Нет, прокуратура свое слово сказала. То есть она признала, что отключение проведено с нарушением закона. Но представления бумажного не было. Как вы можете трактовать, что там будет написано? Я подчеркиваю, они, да, вот сейчас, ни они, ни мы не можем сказать, что безопасность есть или нет. Это скажут только тех диагностирований. По процедуре, да, идет разбирательство. Как она закончится, мы сейчас не можем трактовать. Я подчеркиваю, вот если касательно электроэнергии, да, вот изношенные сети, но, извините меня, они должны тоже, значит, да, вот предусматривать ремонт. Эту проблему надо решать, а не спорить о процедуре. Об этом идет речь. То бишь потенциальный риск настолько высок, да, вот последние события показывают, да, там дом может обрушиться. Мы сегодня говорим о том, что здесь процедура нарушена, не нарушена, но опасность-то остается. Мы это хотим, мы это должны обсуждать. Как мы будем решать эту проблему? Мы, да, вот последние три года, вот с управляющей компанией взаимодействуем, взаимодействуем обратно. Нету реакции, потому что за этот период, сколько, думаю, прошло этих техобслуживаний? Антон, я отлично понимаю. До этого уже вы работали, и, как бы, техобслуживание, 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 что входит туда. Почему не возникало такого вопроса? Не техобслуживание, а диагностику. Ну, за техобслуживание каждого оборудования берут все деньги. Я скажу, я отвечу, потому что, начиная только с 2006 года, да, вот внутридумового газового оборудования, оно вышло из тарифа, понимаете? Если бы оно было в тарифе, мы бы несли ответственность. Сегодня мы, начиная с 2008 года, 70 миллионов потратили на ту же диагностику распределительных газопроводов, понимаете? А на диагностику внутридумового мы сегодня не имеем права. Мы об этом и говорим управляющей компанией. Вы по закону обязаны, вы делаете, делаете. Вы знаете, у вас интересная позиция с 2006 года. Те дома, которые вы отключили, они в 2006 году, им уже по 30 лет было эксплуатации. В принципе, вы наследник Олина Газа. Ну, насколько я понимаю, вы очень плохо ознакомились с законом. 410-е постановление вышло в 2013 году. Основание проведения техдиагностирования, как оно прописано на сегодня, оно вышло в 2013 году? В 2014 году вступило в действие. Нет, я, в принципе, квалификацию юристов Саха-Транснефтегаза абсолютно не сомневаюсь. Но при этом, скажем так, ну не зря же люди будут говорить, что идет нарушение процедуры и так далее. А Желнин тоже самое говорил в своей программе. Тут момент такой, чтобы людям сразу же сняли вопросы, допустим, возможно, кто-то из наших зрителей. Вот эти диагностические мероприятия выполняет ваша аффилированная компания или все-таки она никакого отношения не имеет? На сегодня по законодательству, во-первых, у нас нет лицензии на введение этого. И, во-вторых, прописано, что экспертная организация должна быть полностью независима от ГРО, то бишь от нас. Никакой аффилированности, ничего. Ну, это же, ну, можно легко проверять. Откуда цена появилась? Цена. Мы не знаем, это свободный рынок. Это вот господин Терентьев, который не... То ли вы сегодня с текутскими предприятиями заключаете договор, то ли можете с московскими. Это свободный рынок. Здесь мы участник не принимаем. Мы ничего интересного не лоббируем. Почему, допустим, мы начали спорить с этой ситуацией, да? То есть здесь все пошло от обратного. То есть если вы посмотрите это же постановление правительства, там прописано, что необходимо рассмотреть установление тарифа или методики расчета, оценки этого. Это сделано не было. Необходимо то, необходимо. Мы пошли от обратного. Мы сначала пришли и отключили людям газ. А вот теперь вы разбираетесь, как вы это будете. Первый единственный тариф, который вообще администрация города выпустила второго лига. Мы отправляем письма на переписке. Наверное, рад отметить то, что сейчас о них говорят. Есть уровни принятия решений. И газоснабжающая организация, не осилив свой уровень принятия решений на своем уровне, не найдя решения, пошла самым простейшим в России путем. Отключим газ, если не будут покупать лотерейные билеты. Они пошли по тому пути, который у них уже давно и качественно наработан, к ним уже привыкли к такой мере, и к ней уже она как-то воспринимается населением более или менее, наверное, с каким-то большим пониманием. А газ еще никто никому не отключал. Но, тем не менее, в этом случае эти риски надо было взвесить. И все-таки пойти не на этот уровень принятия решений, но хотя бы перейти на уровень министерства ведомств, хотя бы на уровень зампредов. Кто-нибудь собирался у курирующего заместителя, председателя правительства, для того, чтобы там с Министерством промышленности, с Министерством ЖКХ поставить эти вопросы, рассмотреть их всесторонне, попробовать изучить опыт других регионов? Ведь, как правило, все начинается с этого. А как другие решили? По всей стране у газового оборудования заканчиваются сроки эксплуатации. По всей стране происходят какие-то, может, ведомственные программы. Какой масштаб катастрофы? Мы с вами понимаем, это город Икутск только. В основном. Во всех остальных местах газ или позже пришел. Или только дошел. И поэтому эта проблема не стоит столь актуально. Поэтому, может, она и не выходит на республиканский уровень. Но как только этих домов станет 10, 20 и 60, это неволе. Их уже 20. Сколько вы домов и неволе станет этой проблемой? По сегодняшний день 23 дома. Пути решения. 23 дома. Да, пути решения. Ну, как фонд капитального ремонта, вижу, что все равно это дело, которое должно делаться в складчину всех заинтересованных сторон. Инвестиционная составляющая все-таки у газовиков тоже должна быть. Они по этой трубе газ продают. И на самом деле, когда они ее обрежут, они его не продают. Они, соответственно, тоже терпят определенные... Несут определенные убытки, терпят издержки. Просто, к сожалению, надо понимать, что одна наша КПДшка потребляет на рогаз столько, сколько хороший коттедж, который молотит круглосуточно, обогревает гараж, этажи и так далее, и является более-менее крупным потребителем. А мы готовим только, когда чайник греем, пищу готовим, у нас же постоянно газ не работает. Поэтому, может быть, с этой точки зрения не является такими уж такими издержками, такими крупными потерями. Но с точки зрения, как говорится, самополитического фактора, это... Если этих домов 480, да? Но пока речь идет не о том, не о том, что в большом количестве. Я хотел спросить вопрос у газовиков тоже, каким образом именно по дому определяли, что вот этот дом осуществляет. Если позволите, договорил бы о том, почему в складчину. То есть, какие иные заинтересованные стороны? Понятно. Одной из сторон может быть фонд капитального ремонта, который производит накопление на капитальный ремонт. Может быть. Но на сегодняшний день там тоже существует проблема. Потому как расценки, которые сегодня существуют, и с которыми мы пытались подойти, они совершенно очень далеки от тех, которые не то что рыночные, а вообще в принципе, с которыми можно подходить к системам газового оборудования. И, к сожалению, когда формировалась программа, так же, как и с лифтами, почему-то забыли, что это имеет срок эксплуатации. И только сейчас вот фактически мы с городом вносим в актуализацию в программы то, чтобы дома продвинулись буквально с 2018 года, вот все этот перечень домов становился в ремонт. Но до этого еще нужно определиться, какими силами и какими возможностями их ремонтировать. Если мы будем отдавать любому подрядчику, имеющемуся в СРО допуск, это неправильно. Все равно мы понимаем, это должна быть специализированная организация, у которой соответствующие и квалификационные есть возможности, у которой есть соответствующий опыт работы. Но просто так, абы до кому мы отдадим, мы себе, извините, намного больше проблем получим. Теперь, кто может складываться? Надо полагать, что все равно заинтересованность муниципалитета в этом есть. Может быть, по принципу конкурсной программы. Сейчас мы говорим, люди не хотят скидываться на обследование. Допустим, муниципалитет говорит, те, кто начнут вот сейчас активно первые скидываться, доля управляющей компании какая-то, доля собственников, хорошо бы доля, если будет возможность от газовиков, и доля муниципалитета, чтобы эти издержки максимально снизить, но прийти к какому-то определенному решению. Нормативно обязать? Ну, собственников более-менее можно. Это их личное имущество, поэтому можно. Муниципалитет сам себя как-то может дать. Муниципалитет платит же, платит с фонд капитального ремонта ежегодно. За свои собственные, за свои собственные квартиры, а не за проблему, а не за проблему, которая является для горожан. Муниципалитет же, он не только собственным имуществом управляет. Муниципалитет заинтересован и в том, чтобы обеспечить безопасность проживания на его территории жителей в принципе. Но и газовикам не стоит тогда. Я же говорю, они обрезают себе сук, на котором сидят. Ну, может быть, не самый толстый сук, но тем не менее, это есть так. И вот этой логике понять нельзя. Почему там не предусматривать какую-то инвестиционную составляющую, которую можно рассматривать не на уровне вот этих организаций, а на уровне более высоких там организаций. У нас в Газпром же это мечты сбываются. Может быть, в одном маленьком городе помочь сбыться мечтам, готовить макароны, все-таки не на готово. По всей стране-то, Леонид, очень многое количество. Я бы хотел еще продолжить от жильцов, потому что, по-моему, слишком много времени тоже тратится на одного человека. В общем, мы хотели сказать тоже, что, во-первых, первый вопрос, почему именно наш дом просто вкратце, то есть без всяких там законов вот этих, просто по существу, почему начали с наших домов. Их же сказали сколько в общем количестве. По какой логике вот этот, вот этот и вот этот мы отключим сегодня? Вот сегодня, в том числе и в прокуратуре, я это и объяснял. Потому что сегодня поступил сигнал о том, что информация, о том, что обслуживание, эксплуатация данных газопроводов в данных домах сопряжена с такими высокими рисками, что мы не можем у себя на себя... специализированные организации, наши технические специалисты. То есть они приехали, проверили, сказали, что это самый плохой дом, который нужно отключить в первую очередь. И мне пришли, положили акт. Антон Михайлович, дальнейшая эксплуатация, да, вот связана с такими высокими рисками, что мы не имеем права... А почему они поехали именно в этот дом? То есть он был рядом? Они все дома были, все дома были 482 и по этапам разбили, потому что мы понимаем... Ситуация интересная, сегодня прокурор эти акты все поднял, акты по всем 60 домам написано вот так под копирку, просто адрес замен. Ну потому что... Все три одинаковых нарушения, да, как бы ничего... Никакой аварийной ситуации, ничего и никто подтвердил. Иван Иванович, а случись, что аварийная ситуация, вы возьмете на себя ответственность? А еще вопрос. Случись вообще на самом деле аварийная ситуация, газовики обязаны были отключить дом немедленно в течение одного часа. А еще такой вопрос, что... Ну они якобы нашли это 2 ноября, писали письма и ждали до 9-го. Все 60 домов. То есть что же это за аварийная ситуация, которую 7 дней можно ждать, и он не взорвется? Потому что газовики вот говорят, что мы отключили, потому что износилось, траливали и так далее. А что касается тех сетей, которые за домом, они не износились, они по-моему одинаковые. Вы меня не слышите, я и говорю, по тем сетям, по распределительным сетям, Сахатранснефтегаз сегодня не тет те затраты на экспертизу промбезопасности. В этом году только мы затратили 26 миллионов чисто на экспертизу. На сегодняшний день все распределительные сети 100% прошли экспертизу промбезопасности. И мы несем затраты на капитальный ремонт. Трубы, которые вне дома, вы говорите, что они разные. То есть они нормальные, а внутри уже нет. Мы говорим, есть участки и по распределительным сетям. Факт того, что они постоянно копают и обслуживают вот эти самые... Нет, копают это не то. Просто я почему-то говорю, потому что до этого они сказали, что то, что внутри дома, к нам не относится, А относится только что за домом. По мере ответственности я повторюсь, с 2006 года... Аян, давайте сразу после рекламы, опять же, вот к внутриквартальными прочим сетям реклама прямо сейчас. Ой, него... Можно это закончить? Так, нет, я не конечный... Давайте все-таки вот Уваров хотел сказать буквально пару слов. Ну да, ответить на вопрос. Я вот хочу ответить на ваш вопрос. Посетите. Что на наружные газопроводы, это то, что за домом, да, на улице, по ним мы ведем кропотливую работу с 2008 года. И на эти цели Сахатран Нефтегаз, как сказал Антон Михайлович, мы потратили около 80 миллионов рублей. Только в этом текущем году мы предусмотрели 26,5 миллионов. И на все газопроводы в этом году, в конце этого года, на все газопроводы, у которых истек нормативный срок эксплуатации, пройдутся, уже прошлись. Они сейчас подготовят заключение о техническом состоянии всех сетей. Такой вопрос, маленький вопрос. А если будет независимая экспертиза, которая проверит то, что за домом и то, что внутри, если она скажет, что оно одинаковое? Так оно и одинаковое, турбат одинаковое. Пусть скажет, дайте заключение, что она действительно ее может дать. Вопрос в чем, вот почему мы и спорим? То есть вы правильно говорите, у вас есть инвестиционная программа, у вас расписан ремонт вашей трубы, у вас расписаны деньги. Почему вы нам-то такой возможности не даете? Так и у вас должно было быть. То есть мы 480 домов в один год однозначно не сделаем. Однозначно мы его не прогнозируем. Ты тоже некорректно, так говорит, мы же эксплуатирующая организация. Как мы можем устанавливать тарифы? Мы тарифы сегодня не устанавливаем. Да я не говорю про тарифы. Мы говорим про решение, понимаете? Мы же здесь сейчас собрались, мы должны прийти к общему, да? Мы хотели бы попросить Сахатранснефтегазу дать нам отсрочку, для того, чтобы здесь мы какое-то решение приняли. Сейчас так брать и отключать, и людей оставлять без газа, это очень плохо получается. От срочка на 45 дней. За эти 45 дней ни одно экспертного заключения не пришло к нам. Нет, Антон Михайлович, создав прецедент, на самом деле вот сейчас на уровень, вот как говорит Леонид, и зампреда и так далее, хотя Аян говорит, что на уровне зампреда была разработка данного вопроса, все-таки с этим прецедентом идти, ну, скажем так, получается, да. То есть, создается прецедент, но при этом, давайте все-таки, готов ли Сахатранснефтегаз пойти навстречу, скажем так, ну, городу, жильцам, людям, и, скажем так, ну, сделать, ну, не инвестиционный прямо вклад, да, допустим, в те же процессы, а хотя бы временной какой-то это. Понимаете, наши полномочия, мы эксплуатации, мы не устанавливаем тарифы, но сегодня, да, наша основная задача, чтобы техдиагностирование было, и мы сегодня таки увидели, какие участки газопроводов, завтра, грубо говоря, могут бахнуть, простым языком. Если мы увидим, да, действительно, что движение идет, действительно, вот договора заключенной экспертизы идет, мы готовы обсуждать этот момент, но поймите, сегодня, да, этот риск никто не снимает. Вот сегодня, на данный момент этот риск настолько высок, да, что мы начали принимать категоричные меры. Пользуйтесь моментом, хочу призвать, да, и управляющие компании, и жители управляющих компаний сегодня, кстати, умолчали, что прокуратура им дала срок до конца ноября заиметься эти договора, умалчивают. И жителей попросить, и управляющих компаний попросить, ну, проблема есть, его необходимо решить, потому что это касательно нашей коллективной общей ответственности. А как быть тем управляющим компаниям, у которых есть эти договора, у которых есть это решение жителей, мы предоставляем вам всю информацию, но технически невозможно это было сделать, даем, просим отсрочку до 31 декабря, как у меня заключен договор на экспертизу, вы приходите и отрезаете газ. Ну, поймите, вот такие отсрочки нам идут с 2013 года. У вашей управляющей компании, этой управляющей, той, той. Не идут они с 2013 года, вы подняли вопрос. Иван Иванович, тоже не надо говорить, что они ничего не делали. Они же, получается, каждый вторник в окружную администрацию приходили, и вот, а я всегда говорил, что управляющая компания, заключайте договора с нами, вот эту работу нужно планово вести. Не надо говорить, что они тоже ничего не делали. Давайте я вот, я хочу сказать, мы же вам дали слово, да, в городе Якутске около 370 многоквартирных дома, да, из них 1700 домов газифицировано. И со сроком эксплуатации выше 30 лет по газу это 482 дома. И эти дома мы разделили, Сахатрансвитегаз разделил на два этапа, да, первый это 60 домов, да, и второй этап это все остальные. Маленько подправлю, по тем, к которым пришла информация, это первая очередь. Первая очередь, да. По тем, к которым мы сегодня оценим, что еще можно маленько. Департамент ЖКХ сейчас провел такую работу. Мы все эти 60 домов полностью информацию по этим домам проверили, да, из этих 60 домов 20 домов уже стоят в программе капитального ремонта до 2020 года. Получается, по ним вопрос уже решен, можно сказать так. Поэтому по этим домам мы просим отсрочку до 2020 года, получается. А по остальным домам, да, это вот сколько, 31 каменный дом, да, мы в этом году провели полностью, тоже отмониторили этот жилой дом и актуализировали нашу программу и направили в фонд капитального ремонта для того, чтобы они внесли в капитальный ремонт до 2020 года. И еще у нас, получается, осталось 9 деревянных жилых дома. Это у нас ветхие дома, да, и поэтому орган местного управления принял решение, что мы переводим с газового оборудования, да, на электрику. Вот давайте вот этот момент, пока у нас... Подождите, и эти затраты мы берем на себя. Потом дальше, да, дальше получается. Вот говорили, что у нас нет тарифа и так далее, да. Действительно, мы хоть и поздно, но провели работу. То есть сейчас установлен тариф на обслуживание внутридомовых газовых сетей, а также установлен тариф для муниципальных квартир по диагностированию газового оборудования. Эта работа вся проведена, поэтому сейчас... Силами муниципалитета. Силами муниципалитета. Сейчас, получается, будет большая проведена организационная работа с управляющей компанией совместно с УГЖСН, совместно с пожарниками и с охотно-тефтегазом, да, но я бы хотела с чем закончить свою речь, да. Все-таки, так как орган местного управления эту работу ведет организационного характера с управляющими компанией, с жильцами, да, мы бы хотели попросить с охотно-тефтегаза отсрочку до того момента, когда у нас все эти дома отремонтируются. Это считать официальной просьбой, да? Да. Хорошо. Так, я все-таки... Миша, давай я немножко в твоих интересах... У меня режиссер в ухе живет, да, который говорит, две минуты осталось тогда. Вот, хорошо, они начинают варить на электроплитках. Включается тариф, но они-то платят как с газом. Как они должны получить вот эти... Я хотел бы одно важное сказать, да, то, что вот мы говорим, в принципе, все об одном и том же, да, ну, что-то скажет, переливаем с пустой порожью, но повторяемся, в принципе, об одном и том же. У меня просто от имени жильцов, наверное, один из важных вопросов. Сейчас мы пришли к тому, что нас как бы жильцов зажали со всех сторон, да, там, ну, кто-то там бодаются друг с другом, да, но мы, жильцы, получается, сидим без газа. Сейчас существует проблема. Газовики говорят, это опасно, мы вас отключаем. А то, что сейчас жильцы начинают пользоваться непонятно чем, и не дай бог что-то случится, и большинство скажет, что если бы не отключили газ, подождали, ничего бы не было. Но если что-то, не дай бог, случится, пожар или не дай бог еще что-то, по вине электропроводки, любых бытовых приборов, кто-то мне говорит, зря говорите про газовые приборы, но это уже чушь, потому что ими пользуется почти весь дом. И это не я один, просто там уже всем подряд, ну, разве что кипятильником из проводов не пользуются. Нет, ну, есть определенные органы, которые должны это... Сегодня, вы понимаете, вы говорите, что может так, а если газ... Я понимаю, а если газ, который претендент идет по стране, а если электричество, давайте просто все отключать. Мы говорим про то, что поярки работают в этом направлении, все пытаются к нам найти решение. Почему у нас не уведомляют, почему не принимают действия? Мы опять возвращаемся в позицию Богдания. На самом деле, мне очень понравилась позиция муниципалитета, которая говорит, что, в принципе, пути выхода, они видны. Есть вот такой вот, где-то светлый проблеск, я еще раз говорю. Вот что касается месяца, духа и так далее, они сидят на электроплитках. Как им быть с... С тарифом. С электричеством. С электричеством, с тарифами, с перерасчетами и так далее. Просто я читал закон, что электричество, имеется в виду, мы не можем поменять тариф по той простой причине, что по проекту у нас изначально дом должен быть предусмотрен с электропроводкой для электроплиток, с силовыми кабелями и так далее. Если у нас этого нету, то по закону мы не имеем права получить тариф на 30%, как по закону положено ниже. А если мы это хотим сделать, то мы по закону должны пойти и писать заявление во всей инстанции. И скинуться. Да, чтобы нам провели опять обследование, сказали, что для того, чтобы вам это сделать, вам нужно столько-то денег, тролли-вали, провести силовые кабеля, потом идите к энергетикам. И они скажут, что да, мы вам сделаем минус 30%, у вас теперь все соответствует нашим нормам и правилам. А если сейчас не соответствует, то не просто... И это будет в разы дороже, чем отремонтировать газовые сети. И это будет в разы, наверное, да. Это будет дороже. А еще жильцы у меня спрашивают, допустим, почему у газовиков спросить, им наплевать на наш дом, они на нем не зарабатывают или зарабатывают настолько много, что если мы откажемся вообще от газа, для них это просто... Мы зарабатываем, но сегодня степень риска переваливает, да, вот тут уровень доходов, который мы можем получить. То есть вы согласны отказаться от этих доходов в угоду? Я апеллирую к вам, Леонид, который говорит, мы только чай кипятим на газе, да, на квартирных домах. То есть это сопоставимо с одним коттеджем частным на самом деле. Ну, конечно, утрирую немножко, да. Еще такой вот маленький вопрос, чуть не забыл. Если, допустим, делается вот это вот осмотр и проверка, как она правильно там называлась, все время диагностика, да. Если за эту диагностику все собрали там, поскребли, посусеком наскребли, сделали, пришел мастер и сказал, что у вас это будет стоить полмиллиона. У вас здесь прогнило, тут сгнило, здесь долбить, тут долбить, тут долбить. То есть вы заплатили 300 тысяч за диагностику и еще 500 там или сколько-то за ремонт. То есть придет опять к нам, мы опять тут соберемся и скажем, где 500 тысяч. Вы уже собираете в фонде капитального ремонта. Я свою речь с этого и начинал. Мы сегодня должны разговаривать, не спорить о процедуре, мы должны решить эту проблему, потому что диагностика это всего первый шаг. Дальше будет уже вопрос по ремонту. Здесь, соответственно, уже речь идет об общей выработке механизмов. Потому что жители не смогут понести такие затраты, но они не сопоставимы высокие будут, чем диагностика. Этот вопрос мы должны сегодня решать, потому что это не наши полномочия. Но мы сегодня бьем тревогу, что это неминуемо придет завтра, после тех заключений. Антон, на самом деле, это тоже не наши полномочия решить окончательно этот вопрос. Но Леонид прав, мы должны вынести этот, кто-то должен инициировать вынос этого вопроса на уровень куда больше. То есть с участием муниципалитета. Но ни в коем случае нельзя это делать, создавая искусственную и чрезвычайную ситуацию, чтобы привлечь внимание. Ну, по крайней мере, я понимаю, что созданный прецедент, еще раз говорю, гораздо облегчит поднятие этого вопроса на куда более высший уровень. Если на уровне, скажем так, боданий управляющих компаний и газовиков решался этот вопрос, то сейчас может... Одно заключение. Да. Сейчас перескочит сразу на, скажем так, уровень соответствующих зампреда. Хотя Аянуваров, с которым я много лет проработал в общественном совете Минпрома, говорит, что давно выносился этот вопрос. И то, что город говорит, каждый вторник они сидят и жужжат, да, я не могу это тоже пропустить мимо ушей автосбросом, да. То есть наверняка вопрос поднимался. И то, что вопрос, что они 30 лет, 40 лет молчали и так далее, наверное, это все-таки просто вопрос разделения полномочий. Что-то стимулирующее для собственников стоит все-таки, наверное, предусматривать, чтобы у них действительно было понимание. Мы вложим средства, но не одни. Кто-то еще вложит средства. На этом закончим выпуск сегодняшней программы «Один из нас», в котором мы рассматривали вопрос отключения, массового отключения газа в многоквартирных жилых домах. Увидимся через неделю.